Алюминий 13-й элемент периодической системы Менделеева Самый распространенный металл на Земле В теле человека он присутствует в виде микроэлемента В сутки нам требуется 3 мг алюминия Его запасы можно пополнить, съев, к примеру, яблоко Еще сто с небольшим лет назад он был драгоценным И шел исключительно на предметы роскоши Сегодня же этот металл с удивительно разнообразными свойствами Завоевал весь мир, став синонимом технического прогресса Вся умная техника не может обойтись без алюминия А реактивный самолет и космическую ракету Без алюминия просто невозможно было бы создать По аналогии с бронзовым и железным 21-й век можно с уверенностью назвать веком алюминия Сам по себе алюминий, конечно, очень уникальный металл Его производство по всему миру, в принципе, является таким серьезным фактором Который влияет на развитие в целом всей промышленности и экономики, наверное, всех стран Это казахстанский электролизный завод Ежегодно из его цехов выпускается четверть миллиона тонн чистого алюминия Собственно, с началом его работы в 2007 году в нашей стране и появилась своя алюминиевая промышленность Более того, сегодня Казахстан один из крупнейших мировых производителей Вклад в экономику нашей республики здесь неоценим Потому что как раз идет стадия переработки минерального сырья И производства продукции с более добавленной стоимостью Это как раз решение тех задач, которые ставит перед нами президент республики В этой чушке около 20 килограммов чистого алюминия Примерно треть ее себестоимости – это электроэнергия Именно поэтому завод и был построен в Павлодаре, энергетическом сердце Казахстана Ну а первоначальное сырье находится за тысячу километров отсюда Здесь, в самом центре Костанайской области, в поселке Октябрьский Расположилось Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление Открытое в 1950 году месторождение железной руды получило название Козыревское В середине 70-х оно иссякло, но созданное на его базе рудоуправление продолжило работать Сегодня КБРУ – крупнейший производитель бокситов на всем постсоветском пространстве Его мощность – около 5 миллионов тонн Примерно столько же добывает вся Россия Нам посчастливилось за эти 65 лет поработать и в 20 веке, и в 21 веке В общем-то, не так много предприятий, которые имеют такую историю Ну это дорогого стоит КБРУ – это три крупных месторождения, разбросанных на территории более 100 километров Первые работы были начаты почти 40 лет назад здесь, на Белинском руднике Ветеран предприятия Сергей Петрович Колосов вспоминает, как приходилось горнякам отвоевывать у природы место под будущие карьеры Эта местность представляла из себя голую степь, на которой была куча озер Стояли маршредерские триангуляционные пункты, которые обозначали карьеры Не было никаких линий электропередач, никаких автомобильных дорог В октябре 1979 года был поднят первый ковш с крыши Поднимал бригадир экскаваторной бригады КГ-8 и номер 16 Рогаченко Иван Иванович Впрочем, и сегодня для того, чтобы добраться до руды, горнякам приходится нелегко Огромное количество воды – по-прежнему главная проблема Озера сначала осушают, а затем в работу вступает шагающий экскаватор Он расчищает место для будущего карьера Карьера тут уникален в том плане, что его запасы находятся на середине озера Карасов Поэтому нам пришлось в прошлом году отвоевать территорию воды Здесь, под толстым слоем ила, на достаточно небольшой глубине всего несколько десятков метров Находится то, из чего впоследствии и получают алюминий В настоящий момент мы с вами видим боксит, который мы добываем на Беринском месторождении В среднем содержание алюминия порядка 40-41% Это вот эти вот бубовины, так называемые, черненькие С этого боксита потом делают галинозем Но сначала сырье из разных карьеров измельчается в специальных дробилках И тщательно перемешивается Получается смесь, или, как ее называют горняки, шихта Со средним содержанием алюминия от 30 до 40% Каждые сутки отсюда отправляются 4 железнодорожных состава с бокситом Преодолев более 1000 километров, они попадают на Павлодарский алюминиевый завод Здесь из боксита получают глинозем, из которого в дальнейшем и будет произведен алюминий Но прежде предстоит пройти множество сложных физико-химических этапов Чтобы добыть из боксита оксид алюминия, его сначала вычелачивают, добавляя каустическую соду Полученный после переработки шлам подается в секс-пекание Здесь к нему добавляют известняк и кальцинированную соду Полученную смесь, или, как ее называют металлурги, пульпа Под большим давлением подают в барабанную печь Где ее нагревают, постоянно перемешивая Длина печи 150 метров Таким образом, пульпа равномерно раскаляется до 1200 градусов И, спекаясь, образует соединение, из которых впоследствии можно выделить гидроксид алюминия Охлажденный спек снова измельчают, промывают и еще раз вычелачивают Удаляют примеси, фильтруют и получают раствор с большим содержанием глинозема Полученные растворы из бокситов и из спека смешивают, охлаждают и осуществляют кристаллизацию гидроокиси алюминия Полученные кристаллы отделяют от раствора, затем промывают и фильтруют Теперь полученный гидроксид остается хорошенько высушить Делается это в огромных печах при температуре около 1000 градусов Только теперь этот белоснежный порошок, половина в котором чистый алюминий, готов к дальнейшей переработке Как видно, ничего общего ни с глиной, ни с землей он не имеет Зато из него можно получить огнеупорный кирпич или искусственный алмаз-корунт Но все же главное его предназначение – производство алюминия В год Павлодарский алюминиевый завод выпускает без малого полтора миллиона тонн глинозема Это плановый взрыв на Красногорском руднике Здесь залежи боксита спрятаны под плотными скальными породами Вскрыть их обычной техникой невозможно В результате взрыва в воздух было поднято несколько тысяч тонн горной массы Теперь добраться до боксита стало значительно проще Эту работу выполняют экскаваторы и большегрузные самосвалы Красногорский рудник – самый отдаленный участок КБРУ Руководит им Евгений Тимошенко – самый молодой начальник подразделения рудоуправления Как и большинство работающих здесь, пришел в КБРУ сразу со студенческой скамьи Вспоминает, что выбирать будущую профессию ему долго не пришлось Я когда был маленький, часто с отцом ездил, он у меня работал раньше на большегрузных машинах Ну это все, по крайней мере, когда мы видели, очень нравилось, очень интересно Большое оборудование, карьеры На все это смотрели, обращали внимание и пошло, поехало Евгений – младший представитель большой династии КБРУ Сегодня общий трудовой стаж разных поколений семьи Шевченко, Барановых, Тимошенко Составляет 265 лет Красноотябрьское бокситовое рудоуправление формировалось в 50-е годы, то есть послевоенные годы И, наверное, все-таки люди, которые стояли у истоков, они все-таки дали вот этот импульс силы и ответственность И стойкость людей, и желание людей к изменениям И воспринимают они эти изменения очень адекватно Народ очень такой серьезный, подготовленный и трудолюбивый, и терпеливый Мы снова в Павлодаре, на казахстанском электролизном заводе А это и есть электролизер – агрегат, в котором незрачный глинозем превращается в блестящий алюминий Внутри этих установок находится жидкий электролит, разогретый до 950 градусов В таком расплаве глинозем растворяется, но чтобы он превратился в металл Через него нужно пропустить очень мощный электрический ток Под воздействием 300 тысяч ампер устойчивое соединение алюминия и кислорода распадается И из расплавленного глинозема начинает оседать чистый алюминий Этот процесс занимает около суток За это время один электролизер производит около двух тонн металла Вроде бы немного, но только в этом цехе таких установок 144 Ну а здесь, в литейном цехе, готовый алюминий разливается по формам На поверхность всплывают ненужные примеси Получается как пенка на молоке, которую необходимо убрать Вот теперь в этой чушке то, чего не смогла создать сама природа Каждые сутки из литейного цеха выходит 600 тонн алюминия В планах же акционеров продолжить технологическую цепочку И делать из чернового металла уже готовую продукцию для сельского хозяйства, строительства и пищевой промышленности Эти планы предусмотрены в целом в развитии промышленности Казахстана В плане форсированного индустриального развития Республики Казахстан В будущем она будет единственной нашей сырьевой базой Краснооктябрьской баксидовой рудоправлении И тут, естественно, она просто обречена на то, чтобы развиваться Это восточно-аяцкое месторождение, перспективы развития КБРУ Именно здесь отрабатываются современные технологии и новые методики добычи Даже по форме аятские карьеры отличаются плавностью линий и строгостью геометрии Во многом благодаря современной технике, обновлению которой уделяется особое внимание Порядок цифр инвестиций, ежегодно направляемых на нужды КБРУ, впечатляет И это, несмотря на резкие колебания рынков и повсеместный спад производства За последние 10 лет инвестиции составили в наше производство Порядка 60 миллиардов тенге Например, на обучение мы затратили за эти 10 лет порядка 500 миллионов тенге Это огромные цифры Готовить свои кадры здесь начинают еще со школьной скамьи Знакомьтесь, Вячеслав Бортин Сразу после 11 класса обучался за счет предприятия в Алма-Атинской академии путей и сообщений По ее окончанию устроился слесарем в железнодорожный цех Затем его назначили мастером Ну а сегодня Вячеслав в свои неполные 30 лет уже заместитель начальника цеха Стараются создать все условия обучения за счет предприятия По следующим трудоустройствам дают суды, например Вот планирую в августе жениться, обзавестись семьей Свои дальнейшие планы строю здесь, в КБРУ Без решения ежедневных социальных вопросов движение вперед невозможно Это прекрасно понимают в руководстве алюминия Казахстана В начале года обновленная команда менеджеров посетила все участки КБРУ Итогом поездки стало важное стратегическое решение Значительно увеличить расходы на социально-бытовые нужды горняков С этого года уже будет начато строительство 60-квартирного дома Это, во-первых, подтверждает социальную ориентированность евразийской группы Обеспечить наших специалистов, привлечь молодых специалистов, которые нам необходимы Для человека возраст 65 лет – время подведения итогов Глядя на то, какие планы сегодня ставит перед собой коллектив Убеждаешься, что предприятие только начинает взрослую жизнь Хотя за спиной уже огромный опыт и результаты труда тысяч людей Которыми по праву стоит гордиться За 65 лет объем скрышных работ, который был произведен здесь Составляет 620 миллионов кубических метров При этом добыто боксита было более 100 миллионов тонн Удалось построить и отработать 39 карьеров Для горняков это огромная работа титаническая, которая была проведена Если погрузить 100 миллионов тонн в вагоны, то получится состав длиной более 20 тысяч километров Это половина экватора Земли Причем большая часть была добыта в последние 20 лет Именно столько КБРУ находится в составе евразийской группы Инвестиции, грамотный менеджмент, помноженные на трудолюбие В этом и есть сила и будущее краснооктябрьского бокситового рудоуправления Дорогие друзья, горняки краснооктябрьского бокситового рудоуправления От всей души, от всей души поздравляю вас с этим замечательным, прекрасным юбилеем 65 лет КБРУ Вы знаете, дорогие друзья, всегда у Казахстана, у народа Казахстана, у президента Казахстана была мечта Чтобы Казахстан производил свой собственный алюминий, крылатый металл Евразийская группа осуществила эту мечту Был построен электролизный завод, прекрасный современный электролизный завод в Казахстане Спасибо вам, спасибо вам, горняки КБРУ За то, что 90% бокситов, из которых производится крылатый металл Казахстана Производится вами, добывается вами Спасибо вам за это То, что в 65-м далеком году 120 тысяч тонн бокситов вы добывали за год Сегодня вы добываете за неделю За 10 лет вы добыли 45 миллионов бокситов Спасибо вам за это огромное Вы вкладываете свое сердце, свою душу, свою жизнь в этот непростой, но благородный горняцкий труд Но это только начало Евразийская группа планирует увеличить производство алюминия Планирует увеличить производство глинозема Вы нужны нам Бокситы нужны нам Дорогие друзья КБРУ ждет долгая, счастливая и замечательная жизнь Нам нужно осваивать новые месторождения Нам нужно увеличивать объем добычи бокситов Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю вам счастья Желаю здоровья Всем вашим семьям, детям, счастья, успеха И чтобы вы радовались жизни Поздравляю вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин